В Магдалене, главной реке Колумбии, лениво отдыхают бегемоты. Эти африканские гиганты – наследство наркобарона Пабло Эскобара. Преступника и его медельинского картеля нет уже 27 лет, но бегемоты из личного зоопарка колумбийца успешно размножаются. «У нас в дикой природе расплодилось более 60 или 70 бегемотов. Их никто не контролирует, они свободно перемещаются. Уже появились экологические проблемы. Бегемоты изменяют экосистему в районе реки Магдалена и вытесняют местные виды». Когда наркобарона ликвидировали, вывезли всех питомцев, кроме бегемотов. В дикую природу попали четыре из них. «Теперь расплодившиеся животные изобредают даже в города. Так в Ладорадо они стали чем-то вроде местной достопримечательности. Улицы, украшенные их статуями, в магазинах продают сувениры в виде бегемотов». «Очень приятно видеть их на улицах нашего города. Думаю, надо заботиться о них, потому что они привлекают больше туристов». Впрочем, не все настроены оптимистично. Рядом с этой школой поселилась группа бегемотов, и учителя боятся за детей. «Здесь можно натолкнуться на них. Они выходят из воды ночью и пасутся. Это наша ежедневная проблема, и она очень тревожит нас. Школа никак не защищена. Иногда бегемоты проходят мимо, и мы вынуждены запираться в здании». В Африке бегемоты убивают больше людей, чем все остальные звери. Однако этот вид находится под угрозой исчезновения, и в Колумбии не хотят их истреблять. Пока в департаменте Антиокия запустили программу стерилизации бегемотов, но это очень сложный и дорогостоящий процесс. При этом специалисты считают, что сдержать их размножение все равно будет трудно, и уже через 10 лет Колумбию будут населять сотни этих животных, а потом, возможно, и тысячи.